Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Лариса у меня, как обычно, за оператора. Да, Лариса? Ну, конечно. Надо же кому-то операторам. А я отдуваюсь за всех. Сегодня продолжаем вас знакомить с рецептами, изложенными в замечательной книге Оконникова «Колбасы и мясокопчености». 1938 года. Издание. Для новых зрителей и подписчиков расскажу, что здесь написано от редакции. Настоящий иллюстрированный альбом содержит обязательную рецептуру и способы приготовления колбас и мясокопченостей, утвержденные Народным комиссаром пищевой промышленности СССР для предприятий Наркомпищепрома. Альбом рассчитан на инженерно-технический персонал колбасных предприятий и работников магазинов. Вот такая вот замечательная книга. Дорогие друзья, если кому-то интересна эта книга, пишите в комментариях, оставляйте свой имейл. Я сброшу ссылку на скачивание книжки. Книжка действительно потрясающая. Рецепты, вот сколько мы не делаем, у нас, ну, последние, наверное, месяца 4, мы делаем колбасные изделия, вот все видео только по этой книге. Во-первых, она огромная, просто неистякаемый кладезь рецептов. Во-вторых, все изделия получаются просто фантастические. Сегодня приготовим сардельки. Сардельки первого сорта. Ну, так и называются, просто сардельки вареные первого сорта. Сардельки, к сожалению, рецепт в книге только один. То есть сосисок много, сосиски мы уже делали, там сосиски советские, будем еще много делать. Сардельки я люблю за то, что они все-таки более сочные, то есть она сама по себе более толстенькая сарделька, ну, что я вам рассказываю, вы же знаете, и более сочная. Вот из-за этого они мне все-таки нравятся больше. С горчичкой, эх, класс. Но, как вы знаете, то, что сейчас продается в магазине, к сарделькам имеет очень мало отношения. То есть мясо механической обвалки, куда идут, как говорят, колбасники, сиськи, письки и хвосты, на самом деле там действительно содержание мяса очень минимальное. И я ставлю вообще его очень под большое сомнение. Поэтому мы стараемся показать, насколько просто приготовить хорошие вкусные колбасы, ну, в частности, сардельки первого сорта в домашних условиях, чтобы вы не покупали в магазинах всякую нехорошую еду, а готовили себе сами из известных продуктов. Нам понадобится 600 грамм говядины второго сорта, написано в рецепте. Ну, мы взяли такую гуляшную говядину, Лариса взяла, немножко зачистила ее от жилок, и 400 грамм полужирной свинины. Вот взяли такую свининку. Теперь о специях. Немножко мы отступаем от классического рецепта. Отступаем в чем? В 1938 году при засолке использовали селитру с солью. Мы используем смесь нитритной соли и поваренной соли. Вообще все ингредиенты, текстовый рецепт вы найдете в описании видео. Также в нашем кулинарном текстовом блоге будет этот материал как рецепт, пошаговый рецепт с фотографиями. То есть, то, что мы делаем, будет сфотографировано. Кому-то удобнее воспринимать в текстовом виде. Вы можете заходить на наш кулинарный блог и просто смотреть рецепт с фотографиями. Вот такой вот пошаговый рецепт, что называется. Итак, для засолки мы используем смесь нитритной соли и поваренной соли. По 9 грамм мы взяли нитритной соли с содержанием нитрита натрия. Сколько, Лариса? 0,6%? 0,5-0,6%. 0,5-0,6%. Потому что Лариса у меня постоянно покупает соль в разных местах. Постоянно путает с этими пропорциями. В общем, стандартная нитритная соль вообще 0,6%. То есть, у нас почему-то 0,5-0,6%. Ну, на самом деле, это настолько мизерное содержание нитрита натрия. Естественно, лишнее рассказывать. Вы знаете, для чего он нужен. Для того, чтобы колбасные изделия, ну, в частности, в вареных изделиях, для того, чтобы колбасные изделия были розовые, а не серые. Также на килограмм сырья нам понадобится 1 грамм сахара, полграмма черного молотого перца и полграмма кориандра. Естественно, как для молотого, соответственно. Естественно, как для любой колбаски, нам необходимо мясо вначале засолить. Солить мы его будем в фарше, собственно говоря, как написано и в оригинальном рецепте. Вообще, я пришел к выводу, вот с опытом, что для вареных изделий, особенно для мелких изделий, для сарделек, для сосисок, лучше все-таки засаливать в фарше. Причем мы засаливаем сразу со специями. Специи успевают значительно лучше раскрыться. И сам посол. Ну, во-первых, можно сократить время посола, то есть фарш солится быстрее, чем в кусках. Если в кусках по классическому рецепту 72 часа, то в фарше достаточно посола 24 часа. На мой взгляд, полностью достаточно. Если кто-то аргументированно считает, что это не так, давайте обсудим этот вопрос в комментариях. Но я считаю, что фарша на 4 часа, сутки вполне достаточно. Сейчас порежу мяско, для того, чтобы оно подходило под нашу мясорубку. И приступим к измельчению. Мяско готово. Давайте его измельчим. Измельчали мясо на решетку с диаметром отверстия 6 миллиметров. Можно 5, можно 4. Ну, в общем, не очень крупную, потому что мясо все равно потом надо измельчать на кутере. И чем лучше оно будет измельчено, тем проще будет кутеру с ним справиться, чтобы приготовить эмульсию. Лариса мне, как всегда, дала ложечку. Ну да ладно, я вот так вот сделаю. Чик-чик-чик-чик-чик, колопуц-колопуц. Засаливаем мясо. Сюда же понемножку вводим специи. Я хочу, чтобы соль распределилась. Соль и специи распределились равномерно. Поэтому вот так вот делаю два этапа. Сейчас перемешаю все. Вообще, в классическом рецепте написано, что свинину и говядину надо обрабатывать отдельно. Потому что свинина при измельчении на кутере значительно быстрее перемалывается в эмульсию. И, следовательно, мы в кутер вначале помещаем говядину, немножко измельчаем, потом добавляем свинину. Мы этого не делаем по той причине, что очень маленький объем, и в кутере этой половины мяса полкило просто и видно не будет. Оно не измельчится. Поэтому мы все вместе запускаем. Оставшиеся специи. Немножко сахарочка здесь еще. 0,0,0,185 грамма. Надо использовать, чтобы не пропадал. Я так думаю. Друзья, хорошенько перемешиваем, чтобы мясо равномерно засолилось. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 24 часа. Если у вас есть терпение, желание, то можете не на 24, а на 48. Хуже от этого не будет, поверьте. То есть, в принципе, идеально выдерживать даже фарш. Сутки это минимум. Фарш за соль. Если мы солим в кусках мясо, то двое-трое суток. Но вот фарш хорошо тоже выдержать дня два. Выдержанное мясо, оно созревает. Оно дает потом более яркий, более классный, более сочный вкус. Вот так вот. Я его утрамбовал, видите, чтобы оно не было пористое. Хорошо перемешал, утрамбовал вот так вот. Сейчас затяну пленкой на сутки в холодильник, а завтра вернемся к приготовлению. На следующий день приступим к измельчению фарша. Фаршик у нас засолился. Вот такой, видите, я его перемешал. Он красный, красивый, суперский вообще. Вот так работает нитрит натрия или нитритная соль. За счет него фарш не темнеет. Если бы на день засолить без нитритной соли, фарш бы стал бы уже серого такого цвета, бурого. А он у нас остался красный. Теперь, друзья, мы готовим саргельки без фосфатов. И будем добавлять при измельчении ледяную воду. Значит, на килограмм сырья, если вы готовите без фосфатов, 100 мл воды. Если готовите с фосфатами, то 150-200 мл воды. Ну, 200-мм, это, наверное, много, да, Ларис? Нормально. Ну, в общем, смотрите, потому что фосфаты задерживают воду, а сосиски, садельки, вернее, получатся более сочные. Но я все-таки с Ларисой предпочитаем, мы с Ларисой предпочитаем готовить по классическому рецепту. То есть не будем добавлять фосфатов. Фосфаты посмотрим, что у нас получится. По поводу измельчения. Мы используем наш кутер Good Food. Если у вас нету кутера, то есть когда у нас его не было, мы использовали вот такой вот обычный комбайн. Это я просто чашу показываю. Она ставится на комбайн. И в этой чаше точно так же измельчали фарш до состояния эмульсии. Очень важно в этом процессе не перегреть фарш. Сам фарш должен быть охлажденный. Мы его перед тем, как измельчать, сейчас поместили в морозилку где-то на полчаса, чтобы он подморозился. Также вода должна быть охлажденная. Температура фарша не должна в процессе измельчения подняться выше 10-11 градусов. Если вы видите, контролируете, чем меньше чаша кутера, естественно, тем фарш быстрее нагревается. Если в процессе вы видите, в процессе измельчения, что фарш у нас начал нагреваться, лучше приостановить измельчение, поместить чашу еще раз в морозилку, чтобы он остыл. После этого продолжить измельчение. Потому что если фарш перегреется, мы получим отек. То есть в результате у нас в процессе тепловой обработки сардельки получится... Сама сарделька сухая, а под оболочкой соберется бульончик. Помещаем фарш в кутер. Бульончик. И приступим к измельчению. Опять же таки, если вы готовите на маленьком кутере, на бытовом, лучше вначале при засолке разделить фарш, разделить говядину и свинину. Говядина измельчается немножко дольше. И измельчать его, соответственно, на маленьком кутере лучше по отдельности. Вначале говядину, потом свинину. Дело в том, что у нас здесь большая чаша. И если бы сюда поместили полкило говядины, то она бы просто... Он ее ножами не зацепит. Это очень мало для этого кутера. Так, друзья, готовимся к измельчению. Измельчать буду ориентировочно в течение 4-5 минут. Буду смотреть по состоянию эмульсии. И заливаю сюда водичку. В результате измельчения получили вот такую вот штуку. Это и есть наша эмульсия. То есть наш необходимый конечный результат. Совершенно однородный, пастообразный фарш. Перемещаем этот фарш в колбасный шприц. Любой шприц для набивки колбас. К сожалению, мясорубка здесь не подойдет. Надо как бы... Ну, если фарш можно набить через мясорубку, то эмульсия очень проблематична. Мы пробовали, она... Шнек ее не может продвигать. Поэтому, если готовим сардельки, надо хотя бы какой-то минимальный колбасный шприц. Будем использовать коллагеновую оболочку для сарделек. От магазина Ем колбаски диаметром 32 миллиметра. Перед набивкой оболочку на минуту замочим, на минуту, на две замочим в теплой воде. К набивке все готово. Можем сформировать наши сардельки. Попал. Вначале набиваем одну большую сарделину, а после будем ее перевязывать льняным шпагатом. И все. Вот так вот, друзья. Мы предпочитаем с Ларисой делать это вдвоем. Так просто удобнее. Формируем сардельки нужной длины. Длина зависит только от нашего желания. То есть, хотите побольше, жирненькие сардели, формируйте побольше. Уплотняем нужный размер сардельки, перекручиваем и завязываем. С натуральной оболочкой достаточно просто перекручивать. Мне коллагеновая почему-то нравится больше. Хотя, конечно, правильно сардельки делать в натуральной оболочке. Точно таким же образом формируем все оставшиеся сардельки. После того, как сардельки набиты, делаем инспекцию на предмет попадания воздуха. Если где-то попал воздух под оболочку, делаем проколы. Таким вот образом этот воздух сразу же смыкается. Чик. Не знаю, видно на камере, не видно, но сразу же заполняет фарш, заполняет пространство, в котором был воздух. Таким образом у нас сарделька получится однородная. Ну, края ее не будут кривые. После этого, дорогие друзья, отправляем сардельки на усадку. Ну, оставляем их на одну ночь. Желательно их развесить или положить на решетку. Ну, лучше развесить, конечно, при температуре 10-12 градусов. А завтра будем приступать к тепловой обработке. На следующий день, за 2 часа до начала приготовления, мы занесли наши сардельки, ну, отеплиться при комнатной температуре. То есть, 2 часа они провисели у нас при комнатной температуре, чтобы они не были, чтобы холодные их не помещать в духовку. Духовку разогрели до температуры 90 градусов. И первый этап тепловой обработки – это обжарка. Помещаем наши сардельки в духовку на 20 минут, чтобы они обжарились и получили красивую золотистую корочку. После этого будем приступать к второму этапу тепловой обработки – варка с помощью пара. Для этого нам надо приготовить емкость с водой. Вода, естественно, должна быть горячая, которую мы поставим на дно духовки. Итак, друзья, отправили сосиски, сардельки, вернее, прошу прощения, на 20 минут на обжарку. Через 20 минут вернемся к вам. Важный момент – в духовке сейчас включена конвекция. Через 20 минут приступаем ко второму этапу тепловой обработки – процессу варки. В первую очередь отключаем конвекцию. Понижаем температуру в духовке до 80 градусов. На дно духовки помещаем емкость с водой. Ну вот мы в нашем случае помещаем противень с водой, для того, чтобы происходил процесс паровой варки. Также нам надо контролировать температуру внутри сардельки. Внутри одного батончика сардельки. Для этого используем кулинарный щуп. Помещаем, прям протыкаем одну сардельку. Помещаем в нее щуп и будем контролировать температуру. Варим при температуре 80 градусов до достижения внутри сардельки температуры 68-69 градусов. Я сейчас засеку примерное время и скажу, сколько времени это у нас заняло. Но это очень условно, потому что все зависит от духовки, от размера сардельок. И лучше всего, конечно, контролировать температуру. Температура внутри сардельки достигла 69 градусов. Видите, какое количество пара в духовке. То есть они именно варились на пару. Подготовили емкость с холодной водичкой. И переносим наши сардельки в емкость, чтобы они полностью охладились. Причем охлаждение должно быть быстрое. Как только сардельки полностью охладятся, будем их дегустировать. Посмотрим на разрез. И попробуем. Расскажем, какой вкус сардельки, приготовленных по рецепту 1938 года. 1938 года, естественно. Сардельки охладились. Друзья, я сказал, сколько они варились паровой варкой. Если не сказал, то 20 минут. Давайте разрежем сардельку. Посмотрим, что же у нас получилось. По-моему, отлично. Сейчас покажу крупным планом разрез. И после этого попробуем. Вот так вот выглядит сарделька в разрезе, друзья. Крупным планом. Совершенно однородная структура. Красивый розовый цвет. И зажаристая корочка. Видите, оболочка снимается совершенно легко. Просто суперски. Давайте попробуем. Ну что, друзья. Отведаем, так сказать, нутис. Отведаем фрутис. Сарделька, приготовленная по рецепту 1938 года. По чудесной книге Конникова. Без фосфатов. По консистенции своей идеально. Ну и еще более она идеальна по вкусу. Просто, честно. Сарделька потрясающая. Как мне эта книга нравится. Причем все, что по ней не готовишь, она волшебная какая-то. Друзья, сарделька действительно очень вкусная. Эта сарделька очень похожа на те сардельки, которые я помню из детства. Я их очень-очень любил после школы. Мне мама оставляла. Я разогревал сарделькой. Жарил яичничку. Просто потрясающе. У кота тоже истерика. Она только же такое закатила, чтобы попробовать сардельку. Мы ей, естественно, дали. Она продегустировала. Вот к столу не хочет идти дегустировать. Итак, друзья. С удовольствием представляем вам сардельки. Приготовленные по рецепту 1938 года. По книге Оконникова. Как я уже говорил, если интересно, пишите в комментариях свой e-mail. Я вам вышлю ссылку на скачивание этой книги. Рецепт очень классный. Пробуйте, готовьте. Не покупайте нехорошие вещи, похожие на сардельки в магазинах. Потому что мяса там нет. Это я вам говорю с полной ответственностью. Готовьте их сами лучше. Дома, как видите, ничего сложного в этом нет. Процесс весь достаточно негеморройный. Но, поверьте, своих родных, близких, своих детей вы порадуете настоящими, вкусными, диетическими, полезными сардельками, которые приготовлены из мяса. Вы точно знаете, что из мяса. Не буду говорить ничего про магазинные сардельки больше. Не стоит. Друзья, собственно говоря, если видео вам было полезно, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши новые интересные рецепты. А мы, естественно, будем для вас трудиться, для вас снимать и будем стараться снимать как можно больше интересного. Всего доброго. Пока.